И всем привет, ребят, с моим Сарваникой, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике И сегодня мы находимся на нашем специальном аккаунте, дабы протестировать новое устройство А именно устройство на Скорпион Рой, то самое устройство, которое можно получить из ультра, ой ультра говорю, из танка Фонда На сегодняшний день это устройство имеют только игроки и ютуберы, которые имеют специальные аккаунты Ну и посмотрим, посмотрим, что из себя это устройство представляет, посмотрим, насколько оно сильное, актуальное Будет ли оно нагибать в матчмейкинге, когда вы его получите, ну если у вас, конечно, есть пушка Скорпион Ну и посмотрим, ее вообще в действии, то есть это, по сути, Скорпион с ближней дистанцией сводки И, по идее, должно работать неплохо, еще посмотрим, как оно будет действовать на большом расстоянии То есть будет ли лететь сводка на ближней дистанции, будет ли она на средней дистанции, будет ли она лететь на большой дистанции Все это дело протестируем, по дрону, я думаю, что мы оставляем так же самое Гиперионы Ну и по корпусу, я думаю, что Викинг будет тоже оптимальный вариант Пикаем быстрый бой, выбирать режим, я думаю, что сегодня особо смысла никакого нету Потому что весь акцент будет построен на проверке механики этого устройства А не на каком-то супербольшом нагибе, да, поэтому, ну по большей части мы просто посмотрим реализацию И там уже по ходу боя, если получится еще и дать хороший результат, то будет вообще круто Так, закидывает нас на год 2042, при этом режим контроля точек Поэтому есть очень большая вероятность того, что мы сыграем здесь полный бой Ну и если у нас полный боечек будет, можно здесь будет еще и набить, наверное, хорошее количество очков Так, сводиться в упоре я не решил, хотя по идее, наверное, можно было Но нужно понимать, что здесь сплэш урон тоже будет, при такой сводочке в упоре И поэтому, наверное, особо большого смысла в этом не было Так, видим противника, но его довольно быстро сливают Сплэш урона у этого устройства, как я понимаю, нету Единственное, что вы можете делать грамотного, это... Это стараться уничтожать именно тяжелый танк, потому что вам хватает Ух, чего? Моментальная сводка? Не понял сейчас прикола Я только навелся, даже не начал сводить, и уже залетела по нему сводочка Не понял сейчас прикола А вторая, что не залетела тогда, сразу так же самое? Очень интересно Может это какой-то лак? Сейчас посмотрим О, она прям реально моментальная? Офигеть Моментальная сводка? Это жестко Ой, я еще успел Офигеть, я успел быстрее свестись Блин, что-то я офигел Что-то я такого не ожидал даже увидеть А сколько ракет залетает? Офигеть Ну, ракет, я так понял, что не так много летит Да, то есть там ваншот не будет залетать по тяжелому танку Но и перезарядка, вы видите, какая Перезарядка супербыстрая Короче, как будто я на охотнике играю со страйкером У меня есть такое ощущение С такой быстрой сводкой Только надо посмотреть, что будет на Большом расстоянии Давайте попробуем сейчас поймать что-нибудь Ну, хотя бы среднее какое-нибудь С большим может быть здесь Не так уж Легко найти так Ну, вот среднее, плюс-минус Ага, четко залетает Но урона не так много А то здесь самих ракетинок Не так много залетает И плюс еще у них, я так понял, что Чуть-чуть поднерфлен урон Но даже при этом раскладе Это очень неплохо Это очень неплохо Когда ты имеешь моментальную сводку по противнику Это... Ну, даже я бы сказал, наверное, очень хорошо А, понял Куда-то не туда залетели они Хотя расстояние, по идее, даже такое Должно приниматься Ройчиком нормально Так, давайте попробуем Большое поймать А, нет, небольшое Ну, такое Куда залетает? Прямо четко в цель Офигеть Прикольно 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 Я Немножко не этого ожидал, если честно Через стенку не залетает Понятно Ну, типа, очевидно было Перезарядка быстрая Это меня не может не радовать Быстрая перезарядочка И быстрая сводочка Но сколько там ракет? Шесть или восемь ракет? Походу, шесть ракет всего лишь Сейчас посмотрим еще Сколько залетают у нас ракеток? Да, вроде шесть Вроде шесть А, и вот такое расстояние, кстати Это супермаленькое Такого расстояния не залетает Интересно Хорошо Здесь из такого не залетает Ой Да, вроде шесть ракет летит всего лишь То есть не так много Но в целом В целом Истройство очень интересное Я, как уже сказал Я не такого ожидал От него Я думал, что Здесь не моментальная будет сводочка Ой А вниз? Не, вниз так не пойдет Я уже думал Настолько жестко можно Сверху еще вниз давать Еще бы Если бы эти ракеты так закрутило Знаете Могло тоже очень интересно Получиться Так, у меня сейчас будет овердрайв Поеду попробую сверху Его реализовать Надеюсь, что там противник Сейчас будет кучковаться Где-нибудь Для начала можно, конечно И сводочку дать Пока у нас там Овердрайв разогреется Ну и потом просто Надобавочку Делать киллы Так, что у нас тут По противнику Ага Вот так вот даже Ага Понял По-другому залетело Ну то есть Супер маленькое расстояние Не будет работать Да Супер маленькое Не будет работать Ну да И плюс противник Если двигается То по нему тоже Так, залетать Прям жестко не будет Так, ну давайте Попробуем по вот этому Раз, два, три Да, шесть Вроде шесть Выстрелы Четко шестерочка Так Ну и меня Здесь должны с респа Вражеского сливать Хорошо Девять с половиной минуты До конца За Ну грубо Треть боя Я набил 17 киллов Неплохой результат Если конечно Учитывать тот факт Что это Чекатка без реза От скорпиона Если бы был бы рез Наверное было бы потяжелее Но Я больше смотрю на устройство Да, то есть Я не смотрю прям Супер сильно на То какое количество Киллов я делаю И сколько мне надо Вообще здесь очков Заработать Так, ну вот С такой дистанции Уже разлетает С водочкой Это хорошо Это очень хорошо Так, давайте Теперь попробуем Какое-нибудь Все хочу поймать Большое расстояние Но большое как-то Не ловится Не ловится Расстояние большое Надо ее как-то На удочку взять Так, хоп-хоп Закинуть эту удочку Она как-то Никак не закидывается Если бы здесь Еще бы аркадный выстрел Был бы со сплэшом С этим устройством Это конечно Было бы очень приятно Так, аркада Без сплэша Выглядит Наверное Не супер жестко Но В принципе Пойдет В принципе Пойдет Здесь же Как бы Главный акцент Сделан на Сводку А сводка Ну Интересная Интересная По сравнению С другими Сводками Я бы сказал Что наверное Это даже Самая интересная Сводка Которая есть И Если еще Учитывать тот факт Что на Скорпионе Очень Очень часто Ну наверное За исключением Режима Джиггернаута На больших картах У вас Очень много Ситуаций Когда вы Находитесь На маленькой Тире средней Дистанции С противником И поэтому Попадать По нему На других Устройствах Намного Намного Сложнее Чем на этом Да То есть Здесь все таки У вас возможности Намного больше Попасть По оппоненту А ну вот Например Снизу вверх Залетает Но это еще Противник не двигался Да То есть Если будет Передвижение От оппонента То попасть По передвигающемуся Оппоненту Намного Намного Тяжелее Чем по тем Танкам Которые например Стоят на одном Месте Поэтому Тут тоже Есть свои Определенные Подводные Камни Но зато Зато Это очень Эффективно И Сводка Как Я уже сказал Не знаю В который раз Она Очень Быстро Перезаряжается А быстрая Перезарядка Сводки Вашей Это тоже Очень Хороший Бонус Так Единственное Плохо Что у меня Сейчас не было Аптечки Мне Хантер Просто Овердрайвом Законтрил Но вы видите Что я пока Прожимаю Овердрайв И зажимаю Кнопку У меня Успевает Еще и Вылететь Сводка По противнику То есть Это Ну Крайне Крайне Быстрая Перезарядка Крайне Быстрая Я конечно Немножко В шоке Да Я просто Сразу Даже Сводочку Держу Не хочу Даже Обычными Выстрелами Кидать Хотя Противник Видите Сблизился И я не Сумел Эту сводку Грамотно Реализовать И Знаете Что Меня Радует Это Интересное Устройство Но Не Супер Имбовое То есть Если У нас Бывают Устройства Прям Какие Супер Имбовые Выходят То Это Устройство Надо Еще Постараться Хорошо Реализовать Грамотно Чтобы Оно Работало Чтобы Оно Приносило Дополнительные Килы Как Вы Видите Вот Например Здесь Смака В катке Играет С С С Супер Кумулями И По точкам Я Здесь Больше Все Так Пытаюсь Реализовать Свою Пушку И Не Захватываю Эти Точки Но В целом Если Конкурентно Способна Она То есть И Могут Ребята Из Других С Другими Вооружениями Реализовывать Значит Это Очень Хорошее Устройство То есть Оно Находится В балансе Баланс Это Уже Очень Грамотная Вещь Но 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 Так же Нужно Понимать Что От Этой Пушки На Сегодняшний День В этом Бою Вообще Ноль Резистов Ну И В целом Встречаются Эти Резисты Крайне Крайне Ред Если От Этой Пушки Будет Резистов Примерно Столько Ж Сколько Например От Грома Да От Молота От Рикошета В матчмейкинге Встречается То Скорпион Будет Ну Даже Может Быть Средняя Может Даже И Ниже Средней Пушки Да То Есть Это Не Будет Пушка Которая Будет Эффективна И Которая Будет Там Жестко Нагибать Но С Такой Механикой По Сути Она И Не Должна Жестко Нагибать Потому Механика Пушки Очень И Очень Простая И Вы Можете Реализовывать На Большом Расстоянии Соответственно Соответственно Но С Быть Я Только Не Понял Почему Я Сумечтожился Если У Меня На Пушки Нету Нету Там Урона Как Это Странно Ну Ладно Ничего Страшного Четыре Минуты До Конца Три Минуты До Конца Мы Начинаем Сливать Я Думал Что У 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 Бои То Что Мы Сумеем Эту Каточку Успешно Доиграть Для себя В плюс Но Начинается Какая-то Поднижка Поднижка Под конец Начинается Это Неплохо Наверное Два Хантера С Увер Драйвами Было Ой Кстати Резис Взяли От Меня Я Там Не Ваншотнул Сейчас Оппонента Но Гот Захватывать Точки Попробуем Сделать Досрочку Ну Либо Хотя Бо Попытаемся Выиграть Этот бой Не проиграв Его Овердрайв Плюс Верху Еще Имеется Дополнительный Биваем Танк Перед Собой По которому Я думаю Что даже Эта Сводка Не Залетела Ну И Стараемся Сейчас Еще Быстренько Насводиться Ой Хорошая Залетела Довольно Большое Количество Здоровья Унесло Противнику Так Теперь Чуть Расстояние Делаем Чтобы Можно Было И Свести И Обычными Тычками Накидать Реализуем Устройство И Быстренько Забираем Точку Отлично Великолепно Супер 40 Килов У нас Уже Есть Ну Бля Моментальная Сводка С этого Устройства Она Меня Прям Очень Сильно Радует Я Честно Не Ожидал Такого Смогут Сделать Устройство С которым Вы будете Очень Очень Быстро Сводиться То есть В моем Понимании Все Таки Но Здесь Должна Была Быть Более Долгая Сводка И Она Наверное Не должна Была Работать Столь Круто Но По итогу Мы Видим Очень Крутое Интересное Устройство Я Кстати Тогда Когда В видеоблоге Показывали Это устройство Я как-то Не обратил Внимание На то Что Там Ну Там Наверное Тоже Показывали Что там Сводка Быстрая Но Я На это Внимание Абсолютно Вообще Не обратил Никак Вопросом И Будет ли Досрочка В чью сторону Да Потому что Сейчас Уже Противничек Контролирует У нас Больше Точек Чем Мы Я Попробую Забрать Сейчас Центр И Надеюсь На то Что Наши Заберут Лево Контролочка Точно Забирается Лево Не Забирается Так Давайте Я Наверное Поеду Вниз Тогда Попробую Там Отжать Точку Там Вроде Как 2-3 Противника У нас Здесь Полезен И Насколько Он Здесь Нужен Был Потому что Это Наверное Последний Овердрайв Который У меня Будет В этом Бою Но Так Чисто Под Захватик Решил Его Прожать Так Попробуем Сейчас Еще Здесь Сводочку Реализовать По идее А нет Не успеем По идее Она должна Была Залетать Но я Не успел Так Противник Контролит Две Точки Ц У нас Под контролом Пробуем Забрать Ашечку Пойдем Запушим В нее Антер Выпушивает Верхний Фланг Так Ну и Влетаем Влетаем Оу Эти ракеты Которые Залетают Потолок Это Конечно Не очень Круто Я бы даже Сказал Вообще Не круто Все таки Я бы хотел Чтобы Там Эти ракетки Залетали И по высоте Наверное Это Было Реально Чтоб Они залетели Четко В цель Так Ну а Контроль У нас Очень плохой Очень плохой Контроль Точек Я забрал А С тиммейтами Поехал На Б И А у нас Опять Уже Быстро Захватили Сейчас Я захвачу Ц И они Быстро Отхватят Б То Это Тоже Будет Очень Плохо Но Тут Еще Надо Постараться Забрать Эту Есть Страховочка Тиммейта Хорошо Захватик Есть Две Точки На Контроль Сводочку По Харьку Делаем По сводке Кстати Критические Дополнительные Уроны Не залетают Так И Ой 3000 Вкусно 3000 Вкусно Но Точки У нас Уплыли 20 секунд До конца И по ходу Дело Мы Проиграли Да Пятичел Уже Расстроился Он Уже Понял Что Это Каточка Проиграна Ну В целом Закатку Сколько У нас Здесь 1200 Очков За Такой Бой Это Не Самый Жесткий Но И Не Самый Плохой Результат Я Считаю Что Мы Это Устройство Полноценно Вместе С вами Протестировали И Я Вам Скажу Что Оно Смотрится Довольно Интересно На Средней На Ближней Дистанции Но К сожалению По дальним Противникам У нас Особо На Такой Карте Не Получилось Пострелять Но Наверное Наверное Оно Должно Залетать Да То есть Угол Хороший Накидочка Будет Но Единственное Что Единственное Что Это То Что Если Противник Передвигается То По нему Уже Попасть Намного Намного Сложнее Даже При Такой Моментальной Сводке Пишите Что вы думаете По поводу Роя Я знаю Что Многие Уже Купили Танкофонд И Говорить О Танкофонде Наверное Не о чем Даже В этом Видосе Потому что Я уже И так Про Танкофонд Миллионы Всего Чего Сказал Будете Играть На этом Устройстве Если у вас Есть Пушка Тоже Можете Написать Ну и В целом Как вам Это устройство На первый Взгляд Поддерживайте Видос Лайком Подписывайтесь На канал Если вы Еще Вдруг Не подписаны Нажимайте На колокольчик Чтобы не пропускать Новые видеоролики Ну и Также Не забывайте Про тег Создателя Контента Который Находится В настройках Игры В аккаунте Кему Личный Так Это Так Тимп Устанавливайте Его Поддерживайте Меня И участвуйте В розыгрыше На 1 Миллион Кристаллов И на 20 Танкоинов Вся информация По поводу Розыгрыша Есть В описании У меня Друзья На этом Все Всем Спасибо За просмотр Всем удачи И всем Пока